Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разбираем инструмент расширения семантики от сервиса JustMagic. Как обычно, метка задачи ничего не значит. Пишем тест. Нет, база данных встроенная. По числу итераций. По числу итераций я рекомендую оставлять 1 и больше не ставить. Почему? Потому что он при расширении семантики будет искать, при числе итераций, например, 2, он будет искать расширение на расширение. И вероятность, что при первом расширении у вас будет хотя бы несколько лишних запросов, она есть, она довольно большая, но их немного. Но когда он начнет у вас искать похожие на похожие, и попадутся ему вот эти не очень подходящие запросы, то сбор вообще в другую степь уйдет. И очень много придется чистить, поэтому лучше поставить 1. По порогу лучше брать побольше, например, 4. И исходные ключи мы удалять не будем. Пусть они будут, пусть остаются. И нумерация групп, мы не будем с этим ничего делать. То есть это связано с тем, что мы будем не только расширять семантику, но и ее сразу группировать. Все, на вход мы подаем список запросов. Вот он у меня уже в буфере лежит. Можем загрузить Excel, можем загрузить текст. Запросов у нас немного, поэтому будет текст. Смотрим стоимость. Отправить задачу. Смотрим результат. Все, результат завершен. Скачиваем. Собственно, мы подали на вход 285 запросов. На выходе мы получили 978, почти 1000 запросов. И, таким образом, инструмент взял наши запросы, сгруппировал их. И к ним еще добавил, пригруппировал еще запросы, которые хранились. Вот эти там почти, если не ошибаюсь, 2 миллиона запросов. Нет, 185 миллионов запросов. И добавил их в эти кластера. Ну и в целом, в целом видно, что в целом неплохие запросы. Неплохие запросы он добавил. Так, заработка продвижения сайтов. Тут вот информационка сюда у нас попала. Да, вполне корректно. И обращаю внимание, что это мы сделали за минимальные деньги, за полминуты времени. И вполне это можно уже использовать. То есть, если у вас нет времени на то, чтобы вручную это все перелопатить, все спарсить, отфильтровать, сгруппировать, вполне можно пользоваться инструментом и уже брать всю эту историю в работу. На этом у меня все. Пишите ваши вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока. Пока.